Добрый день, дорогие друзья! Прошу прощения за маленькое опоздание, но странная для Петербурга ситуация. Меня почему-то искали в отеле Гильвеция, а я совершенно в другом отеле нахожусь. И полчаса мы пытались найти друг друга с организаторами и с водителями. Ну, бывает такое и в Санкт-Петербурге. Хотя Петербург, как столица культурная, должна, в общем-то, я думаю, в состоянии находиться в другом сознании. Но, тем не менее, жизнь предлагает вот такие вот коррективы. Ничего, главное, что мы сейчас нашлись, мы вместе. Я очень рада всех вас приветствовать, вас видеть в непростое, скажем так, для всех время. Не только для нашей страны, для всего мира. Время тяжелое. И презентация моей второй книги «Страсти по выбору» должна была состояться именно тогда, когда она вышла. В 2020 году, но по понятным причинам этого не случилось. И слава тебе, Господи, что сейчас наша встреча оказалась возможной. Хотя я вижу, вы сидите в масках, и понятно, почему. Но мне очень хочется видеть ваши лица. И хочется видеть артикулированную дикцию людей, которые задают вопросы. Но, к сожалению, я понимаю реалии нашего времени. Диктует нам масочный режим. Главное, чтобы эта маска не заткнула состояние души. Вот это очень важно. Я думаю, что наше с вами состояние души сегодня будет находиться в су-вибрациях. В су-вибрациях теме, которая нравится, я думаю, всем вам. Если не слово волнует, то уж во всяком случае они оставляют равнодушным. Это тема оперы. Тема тех страстей, которым насыщен, наверное, самый прекрасный жанр, не умаляя других жанров, не умаляя значение слова. Я должна сказать, что, конечно, опера – это такой фантастический синтез высоких вибраций музыки и высоких вибраций слова. И это сочетание дает, конечно, совершенно невероятную такую компиляцию, такой сгусток энергии. Потому что оперный певец – это ритер, это человек, который несет не только музыкальную интонацию, он несет интонацию высокого слова, высоких смыслов. И именно поэтому у меня родилась такая идея. Вернее, сказать, что она у меня родилась, наверное, это было бы неправильно. Она родилась где-то внутри, по, я думаю, по велению свыше, и по наказу моих замечательных педагогов, у которых мне довелось учиться. Это действительно были люди такие настоящие пассионарии. И об одной из них я непрерывно вспоминаю и говорю везде, где могу, потому что это был человек совершенно особенный по имени Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова. Я думаю, петербуржцам говорит фамилия Виноградов очень много. Он знаменитый петербуржец, наш соотечественник, великий филолог Виктор Владимирович Виноградов, который работал со словом, особенно с пушкинским словом, с великим словом нашего великого сакрального русского языка всю свою жизнь. Этому он посвятил все свои жизненные силы. И недаром Виктор Владимирович, выпускник Санкт-Петербургского университета, находящийся в таком невероятном совершенно состоянии любви, к слову, в тяжелые годы, революционные, постреволюционные, в 18-м году, находит на толпучке в Санкт-Петербурге у бабушки, которая сидит, такой книжный развальчик. И Виктор Владимирович рассказывал, что его глаз падает на книжечку или дневник в кожаном переплете тесненном. Он берет эту книжечку, и его сердце останавливается, как он говорит. Это дневник Александра Сергеевича Пушкина, где страница поделена на двое, где Пушкин ищет верное слово, из ста слов находит одно верно звучащее в его большой словесной партитуре в Евгении Олегине. Виктор Владимирович говорит, что сердце его дрогнуло, он отдал этой бабушке все оклады от икон, семейных икон, потому что Виктор Владимирович был потомственный сын, внук, правнук священников. И драгоценные семейные иконы он вынул из серебряных и золотых окладов и пошел на петербургскую толкучку выменить себе полку хлеба на эти оклады. Но голодный и холодный он выменивает себе дневник Пушкина. И вот в такой дом я попадаю в Москве. Надежда Матвеевна и Виктор Владимирович Виноградовы жили на Калашном переулке рядом с Великим домом, Институтом русского языка, где директорствовал Виктор Владимирович Виноградов. Если вы знаете Москву, этот дом, Моссельпром, он выходит прямо углом на метро Арбатское. И каждый раз, проходя мимо этого дома, поскольку я рядом живу, я кланяюсь к этому дому и к мемориальной доске, где написано, что в этом доме жил Виктор Владимирович Виноградов. И попав в этот дом, дом абсолютно 19-го столетия. У меня просьба, если работает кондиционер, выключите, пожалуйста, прям тянет по голове и по спине, если возможно. А если это сквозняк, то это нормально, сквозняк возможен, потому что это все-таки приток воздуха, а не черти чего. Я попала в этот дом абсолютно, дом 19-го столетия, обставленный мебелью, фамильной мебелью из дома Виноградовых, дома Виноградовых, Виктор Владимировича. И Виноградовы собирали эту мебель в Петербурге. Это был Александр, второй Александр, третий и Николай Первый. В основном была такая обстановка в доме. И библиотека и кабинет Виктора Владимировича Виноградова, который уехал в Пушкинский дом в Санкт-Петербург, это был дар Надежды Матвеевны, она подарила Михаилу Павловичу Алексееву и потом Митс Сергеевичу Лихачеву бесценную коллекцию, которую собирал Виктор Владимирович и Надежда Матвеевна в течение всей своей жизни. Это был фарфор династии Тан, китайский фарфор. Это были дневники Александра Сергеевича Пушкина. Это были портреты Брюлова, зарисовки графические и маленькие картины Рембрандта. Это была совершенно феноменально собранная библиотека, содержащая в себе книги французских энциклопедистов Дидро, Вольтера и Руссо. Ну, достаточно сказать, что Виктор Владимирович говорил на пяти европейских языках, и Надежда Матвеевна на трех европейских языках. Говорили блестяще. И я помню, что когда я пришла в этот дом, мне только исполнилось 17 лет, прям как почти у Доргомышского. Мне минуло 16 лет, а мне минуло тогда 17 лет. И вот я пришла в этот дом, и на рояле у Надежды Матвеевны, где мы занимались, в гостиной, лежал домик Мануэля Гарсия, основателя новой итальянской, европейской школы пения, по-французски, и Надежда Матвеевна, переводила мне, прямо читая французский текст, переводила указания Мануэля Гарсии для певцов. И, конечно, в такой обстановке я очень такая современная и, скажем так, на сленговом языке отвязанная девушка, которая поступила только в училище Гнесиных на отделение актеров музыкального театра, потому что туда брали только с 18 лет. А мне было 16 лет, когда я поступила. И вот, попав к Надежде Матвеевне, я попадаю в совершенно другую обстановку, где, я думаю, она, вернее, я сейчас-то в этом уверена, она начинает меня вытачивать как личность, как тот росток, в котором она увидела определенный потенциал. Так вот, возвращаясь к тому, почему родились книги, потому что я совершенно не собиралась воздвигать себе бронзовые памятники и становиться такой умудренной опытом пишущей дамочке, которая уже, так сказать, на исходе, на излете, да, больших таких карьерных лет вдруг начинает ударяться в воспоминания. Нет, Надежда Матвеевна мне сказала такую сакраментальную фразу, «Любанчик, я тебе из века 19-го передаю эстафету в век 20-й, а ты понесешь ее в век 21-й. Делись той информацией, которой ты владеешь, потому что мертвая информация, информация, которую человек держит в себе. Как была одна такая знаменитая певица, я не буду называть ее фамилию, она говорила, сделайте мне в Московской консерватории двойные, а то и тройные двери, обложите их ваты, потому что секреты школы никому не должны быть известны. Так вот, они должны быть известны. И обязательно должны быть известны, потому что это те знания, на которых базируется и строится все то здание, которое называется традицией большой культуры. Вот Надежда Матвеевна столько в меня вложила, я, конечно, придя в дом совсем юным существом, совершенно этого не понимала, я просто глотала это и старалась это адаптировать для себя и применить это, насколько я могла, в деле. Но сейчас я понимаю, что те высочайшие знания, та великая культура, которыми жили эти люди, которые жили эти люди, Виноградовы, и их окружение. А сейчас про окружение я скажу отдельно, потому что это что-то совершенно невероятное. В этом доме я познакомилась на виноградовских чтениях, потому что я пришла в дом, когда Вик Владимирович уже не стало. А Надежда Матвеевна свято хранила традиции таких посиделок, когда собиралась интеллигенция Москвы и Петербурга, когда приезжали знаменитые ученые-филологи в дом Виноградов, когда приходили знаменитые певцы, воспитанные Надеждой Матвеевной, и были такие, как она говорила, «Любанчик, сегодня у нас интеллигентский вечер». Действительно был весьма интеллигентский вечер, потому что мои первые опусы со старинными ариями, с романцами русских композиторов, с которых мы начали обучение, проходили в гостиной, где сидели Юрий Михайлович Лотман, писавший кандидатский и докторский минимум у Вик Владимировича Виноградова, Михаил Павлович Алексеев, большой друг дома, директор Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, Дмитрий Сергеевич Лихачев, писавший и курсовые работы, и кандидатский минимум под руководством Вик Владимировича Виноградова. Виталий Григорьевич Костомаров, с коим дружба моя продолжалась вплоть до прошлого года, до ухода Виктория Григорьевича из этого мира. Величайшая личность он был. Почетный президент Института русского языка, советник президента по русскому языку и русской литературе. И вот в такой обстановке я росла. Юрий Владимирович Рождественский, ученик Вик Владимировича, Никита Ильич Толстой, праправнук Льва Николаевича и ученик Виноградова. В общем, вот такие люди, от которых я получала первые комментарии, советы. И, конечно, для меня это было таким раем, в который я попала. Рай слова. Рай высоты помыслов и мыслей. Рай духа человеческого. И поэтому, конечно, не написать это все, не оставить это для людей, которые интересуются, которые читают, я думаю, что это было бы очень неправильно. Поэтому родилась идея вот этих двух книг. Первая книга называется «Оперные тайны». Презентация была в 1919 году в замечательном буквоеде на Невском проспекте, в Московском доме книги, в Читай-городе, в провинциальных городах России. И вот теперь «Страсти по опере». Это второй том и книги. Они по тональности, по градусу. Нет, даже, наверное, не по градусу. Потому что градус везде очень высокий. Писалось это все при температуре 40-41. Потому что это только можно писать, когда есть такое повыженное сердцебиение. Наверное, по такой сверхзадаче они разные. Потому что первая книга в основном посвящена моей работе с Надеждой Матвеевной Малышер-Виноградовой над Татьяной. Так получилось, что Надежда Матвеевна оказалась в таком неком эпицентре реформы оперного театра, которую совершил Константин Сергеевич Станиславский. Надежда Матвеевна была педагогом-концертмейстером оперной студии Константина Сергеевича Станиславского. Она называлась «Оперная студия певцов Большого театра». Куда попали и пришли по зову сердца как знаменитейшие уже певцы, так и оперная молодежь. Туда пришли и Антонина Васильевна Нежданова, туда пришла Надежда Андреевна Апухова, туда пришел вначале Леонид Витальевич Собинов, позже Сергей Яковлевич Лемешев, Иван Семенович Козловский. Туда захаживал наш великий соотечественник Федор Иванович Шаляпин, который сказал Станиславскому после того, как посидел на репетиции Ларинского бала, решенного конгениально, просто конгениально, просто изумительно точно следуя Пушкину, следуя музыкально-драматической интонации и характеристикам всех персонажей Ларинского бала, данные Петром Ильичом Чайковским. Так вот, Федор Иванович очень театрально встал на колено перед Константином Сергеевичем, на что Константин Сергеевич заволновался, покраснел, будет человеком очень интеллигентным, таким стеснительным. Он сказал, что вы, что вы, Фетя, зачем вы так? А Федор Иванович ответил, Костя, это я не вся. Да, действительно, Федор Иванович был потрясен тем той высотой проникновения духовного в строки Пушкина и в гениальную музыку Чайковского. В спектакле Станиславского, в котором мне довелось участвовать, вот так, понимаете, судьба закольцовывает все. Надежда Матвеевна занималась со мной по клавиру Константина Сергеевича Станиславского, где рукой Станиславского были написаны замечания всем главным персонажам оперы Евгения Онегина, равно как и артистам меманс, равно как и артистам хора. И вот я, следуя этим замечаниям, проходила с Надеждой Матвеевной эти великие университеты познания текста Пушкина плюс музыки Чайковского. И, конечно, работая со мной, она мне говорила, «Любанчик, как было бы здорово, если бы ты дебютировала в этом спектакле, который перенесен из Леонтьевского переулка, из усадьбы Станиславского, из того Онегинского зала с четырьмя колоннами знаменитого, в котором была поставлена эта опера под рояль, и Надежда Матвеевна, сидя рядом с Константином Сергеевичем Станиславским, слышала все его замечания, внимала каждому его слову, а он внимал той партитуре, которую озвучивала она. И говорил, «Матвеевна, пора на увертюре открывать занавес». Она говорила, «Нет, Константин Сергеевич, еще два такта». Также он говорил, «Матвеевна, ну поддержите артисток-мемансов в полонезе, ну все приседают на раз, ну что это такое, надо на три». Надежда Матвеевна акцентировала третью долю, дабы артистки-мемансы наконец вняли золу Станиславского. Все это было невероятно трогательно описано ею, мне, и это есть в первой книге «Оперные тайны». Но говоря о Надежде Матвеевне, я не могу не сказать, что там, конечно, было сочетание просто фантастическое. Учась у Константина Николаевича Игумнова в Московской консерватории, а Игумнов был заведующей кафедрой, в Московской консерватории, он был другом Рахманинова, Танеева. Такая невероятно тонкая личность, такой эстет. Игумнов воспитывал своих питомцев в очень широком диапазоне их профессиональных возможностей. Он говорил, что надо быть не только солистом, надо уметь быть ансамблистом, надо уметь играть в камерном ансамбле, и надо уметь аккомпанировать певцу в романсах, в тонких таких камерных сочинениях. И этому зову внял профессор Умберто Мазетти, который был заведующим кафедрой Московской консерватории, представитель Болонской школы пения, одной из самых высоких школ пения, традиционной такой великой итальянской оперной школы, которой насчитывается более 400 лет. Так вот, Надежда Матвеевна была удостоена чести, Игумнов представил ее Мазетти, и Мазетти пригласил ее ассистентом в свой класс, в котором тогда учились Нежданова, Абрухова, Нина Кошец, любимая певица и исполнительница романсов, Сергей Васильевич Рахманинова, обе сестры Барсовых, у него консультировался у Мазетти Шаляпин, консультировался Собинов. То есть такой срез высокой отечественной школы пения – это Умберто Мазетти в Московской консерватории, и, как вы знаете, в Петербургской консерватории, это Камилу Иверарди, это Ниссен Саломан, великий педагог, замечательная ученица Мануэля Гарсии, а Линия Гарсии – это такая самая знаменитая школа пения, потому что старший Гарсия, Мануэль Гарсия – старший, любимый певец Джоккино Россини, для которого написан «Симильский цирюльник», и его две дочери стали примадоннами и носителями школы, именно прежде всего Россини Гарсия. Это Мария Малибран, для которой был написан Россиниевский отелло, которая была одна из первых исполнительниц партии «Нормы» в опере «Беллини» «Норма», и ее сестра Полина Гарсия-Виардо, которую мы знаем очень хорошо, она была солисткой императорских театров и итальянской друбкой императорских театров, она покорила Петербург и Москву, и она стала великой любовью Ивана Сергеевича Тургенева, это было, как Тургенев говорил, «Сорок лет обожания». Первый раз в Петербурге Полина Виардо Гарсия появилась в 1843 году и пленила всех жителей столицы Петербурга тогда своей разиной, куда она включила в урок пения невероятно популярной тогда в нашем Отечестве романс Алябьева «Соловей». И она сделала этот романс просто царем салонов, которые устраивали Адоевский, Белосельский и Белозерский, Полина Виардо и Иван Сергеевич Тургенев, сделали такой стиль музыкально-литературного салона, салона двух столиц, Петербурга и Москвы. Традиции этого салона были принесены из Европы, но в России салонное музицирование прижилось как нельзя лучше даже, чем в Европе. И по сей день Надежда Матвеевна мне говорила, продолжай традицию этих музыкально-литературных салонов, потому что ничто так не возвышает душу человека, как великое слово и великая музыка. Так вот, первый том, о котором я сказала, «Оперные тайны», посвящен работе над Евгением Манегиным по Константину Сергеевичу Станиславскому. Это как бы тот образ первой книги, образ прекрасной Татьяны. При этом в первой книге есть и очень много информации о тех ролях, о тех персонажах, в которые я вживалась на протяжении своей оперной жизни. Там очень много моих, описано очень много моих любимых ролей, ролей, которым я отдавала и отдаю до сих пор такую огромную часть моего сердца, и которую я безумно люблю. Пою я это сейчас, не пою, это уже не важно. Здесь часть моего сердца, часть той большой лирики, того большого звучания высокого слова, о котором я сейчас уже вам подробно рассказала. Что касается второй книги, «Страсти по опере». Это книга, как мы с моим литературным редактором и большим другом Георгием Осиповым, который присутствует сегодня здесь. Юрочка, приветствуем тебя. Георгий Осипов, он же Юрий, он же Жора. Большой мой друг с консерваторской скамьи. Юрий первый раз услышал меня на втором курсе Московской консерватории. Мы давали регулярно такие небольшие студенческие концерты в малом зале Московской консерватории. И Юрий услышал меня, и мы стали очень дружить и общаться. Это человек очень больших знаний, из очень интеллигентной семьи. Сидно, знания у него энциклопедические, поэтому мы всегда были с ним созвучны. Мы были вибрационно очень похожи. И какие-то очень интересные вещи из его наблюдений, из его знаний. Я всегда получала как некий импульс. И мы делились нашими знаниями, обменивались мнениями. И первый на кого, как бы, так сказать, пал мой выбор в сочетании вот того, что я говорю, и литературной точной передачи того, что я говорю. В точности моего стиля, передачи моего стиля, мой выбор пал, конечно, на Юра Осипова и Георгия Осипова, потому что я знала, что там не будет отсебятины, там не будет моих слов перевернутых в смыслах подачи и так далее. Поэтому вот эта литературная запись, она действительно абсолютно точно передала тот месседж, то послание, которое мне хотелось зафиксировать в своей книге. Так вот, мы с Юрием смеемся, что если первая книга это такая благообразная и такая очень, в каком-то смысле, причесанная Татьяна, лирика, то вторая книга, она более кудрявая, она такая лохматая, она такая эмоционально вздернутая, я бы сказала. Но это не значит, что вы не должны покупать первую книгу. Она очень тоже, мне кажется, достойна вашего внимания. Вторая книга проходит под маркой, наверное, самого эмоционального, самого яркого, самого темпераментного образа в истории оперы. Как вы считаете, какого? Кармен, конечно, конечно. Это Кармен Сида, Кармен, Береме и Жоржа Бизе, при том, что там тоже очень много внимания уделено другим страстным, ярким персонажам, которые мне довелось исполнить на сцене. Кармен я на сцене не исполняла, но пою арии в концертах с огромным удовольствием и считаю, что Кармен – это не голос. Кармен – это образ, Кармен – это эмоция, Кармен – это эротика тембра, это краска голоса, это краска души. Конечно, Кармен Проспера, Береме и Кармен Джорджа Бизе отличаются друг от друга. Но от этого никуда не деться, потому что дань оперному жанру, дань той интонации, которую принес Джордж Бизе в текст Проспера, Береме – это неизбежная дань, неизбежный поклон оперному жанру. И та какая-то невероятная элегантность, которую добавил Джордж Бизе во всё то, что есть Кармен, и то, что нет у Мереме, потому что «Умереме» – это такое слово-резец, который не боится некрасивости, который не боится резкости, который не собирается всё сглаживать, все углы характера главных героев, особенно, конечно, Кармен Ситы, потому что «Умереме» она написана именно, знаете, как такими резцами по камню или по дереву, как вам будет угодно. Но помните, у «Умереме» именно портрет некрасивой женщины, вы видите? Женщины – черты лица, которые напоминали действительно такой резец не очень хорошего мастера. Крупный нос, на выходе огромные глаза, какой-то очень такой живой, чувственный рот, который всё время двигался, который всё время изрыгал из себя нелицеприятные вещи. «Умереме» нехороша собой, но невероятно притягательна для всего мужского пола своей женской силой, своим эротизмом, своей какой-то невероятной свободой, внутренней свободой, личностной свободой, женской свободой, которая не знает никаких преград, границ, которая парит, как свободная птица, над землёй и любит того, кого она сегодня любит, завтра она может его совсем игнорировать и не любить. В ней нет красивости, в «Кармен Мереме». У Безе, как дань оперному жанру, красота мелодий необыкновенная, просто необыкновенная. Но при этом Безе всё-таки сохранил то, что есть свобода музыкального изложения языка. Что я имею в виду? Безе написал, «Мне не нужна красотка оперная в «Кармен». Мне не нужно хорошо уложенного парика и красивенькой одежды. Мне не нужно прикрытие толстых частей тела оперных «Примадонны». Мне нужна худая, даже сухощавая фигурка некрасивой женщины. Вот, кстати, такую «Кармен» воплотил Константин Сергеевич Станиславский, у которого певица Мария Гольдина выходила, выбегала в картине, где была драка на табачной фабрике. Как вы помните, там работала «Кармен». В чуть разудранной юбке, в спущенной блузке на одно плечо, завязанном небрежно платке на бедрах и с сигареткой во рту. Вот такую «Кармен» представил нам Константин Сергеевич Станиславский. И я думаю, что такую «Кармен» хотел видеть Жорж Безе. С кого списан портрет «Кармен-Ситы»? Конечно, это собирательный образ. Конечно, наверное, не было одной такой персоны, с которой Безе списал свою «Кармен», исходя из литературного первоисточника. В жизни Безе попадались невероятные женщины. Вот именно женщины судьбы, женщины, которых называют «фамфаталь», женщины-судьба. герцогиня Дешабриан, которую встречает молодой Безе, стучать случайно, хотя ничего случайного в этой жизни не бывает, но по всей видимости, судьба вела Безе к именно таким карменситам, потому что, конечно, самое значительное детище Безе, это, конечно, Кармен, при всем при том, что написано море изумительной музыки, но когда мы говорим, произносим имя Безе, мы, конечно, прежде всего перекидываем мост Кармен. Так вот, эта мадам Дешабриан была настоящая фамфаталь. Она была старше Безе, и она обладала той магической женской силой, притягательной силой, которой кружила голову всем и вся. Самые знаменитые представители аристократических кругов всего мира, всей Европы сходили с ума от этой женщины. Хороша ли она была? Судя по ее портретам, она была такая, простите меня за банальность, аппетитная. Она была женщиной, обладающей красивыми формами, достаточно некрасивым лицом, но очень притягательным. И вот те глаза, которые описаны Мереме и созвучны всему тому, что написал Безе, глаза, в которых тонул Жорж Безе, как он говорил. Он в них погружался, как в два, даже не моря, а океана. Океана страсти, океана невероятной женской силы, которая дарила ему и девятый вал, и дарила абсолютный штиль, когда она его била по носу и говорила «Вы мне больше неинтересны, вы бездарны, уходите». И когда что-то опять новое, какой-то очередной музыкальный шедевр рождался из-под первого Безе, она опять приманивала его и говорила «Ну хорошо, мой дорогой Безе, давайте, я буду опять вашей музой, создавайте что-то красивое, оригинальное, эмоциональное и яркое. Наверное, она была отправной точкой того, что в Безе родилось это желание описать вот такую женщину, вот такими музыкальными интонациями. Еще одна женщина, с которой он встретился, и которая тоже была, безусловно, фамфаталь, наверное, не только в его судьбе, хотя, думаю, что Безе не был влюблен в Полину Виардо, как были влюблены Альфред де Бюссе, Honoré де Бальзак, Жюль Масне, Жарль Гуно и многие другие. А Сен-Санс писала Виардо, ее голос горький, как померанец, заставляет всю твою душу переворачиваться. В дружбе Безе и Виардо, в салонах, которые делали Виардо и Тургей, будь то в Санкт-Петербург, будь то Москва, будь то Париж, будь то Бужеваль, где проживал Иван Сергеевич в доме Полины Виардо ее мужа Луи Виардо и Брисарио. Царила обстановка невероятно творческая, царила обстановка такого высокого литературно-музыкального салона, где рождались связи России и Европы и музыкальные, и литературные. Конечно, Безе был очарован талантом этой женщины. Она была настолько многогранна, Полина Виардо. Она была не только блистательная певица, она была композитор. Она писала стихи, она вместе с Тургеневым создавала и оперетту, и музыкальную комедию, и драму. Вы, наверное, слышали о том, что Тургенев и Виардо вместе создали музыкальную мелодраму «Последний колдун». Так вот, Полина Виардо как писал поэт Теофиль Готье, который списал с Виардо, пожалуй, свою, свой образ Карменситы, да? Что писал Теофиль Готье? Знаете, какие стихи потрясающие? Кармен худо, глаза, как сливы, в них уголь спрятала она, зловещий кос ее отливы, дубил ей кожу сатана. Так вот, лицо Виардо было такого оливкового цвета, чуть на выкате глаза, очень чувственный рот, большой нос, нехороша, как говорила Варвара Петровна, мама Ивана Сергеевича, матушка Ивана Сергеевича Тургенева. Нехороша, но как же притягательно и как же хорошо поет эта проклятая цыганка. Абалина Виардо была из цыганского рода, цыганско-испанского рода, Манавеля Гарсия, уроженца Севильи. Она дурна, вот суд соседний, к ней льнут мужчины тем сильнее, есть слух, что мессу пел Олецкий архиепископ перед ней. У ней над шеей смугло-белый шиньон громадный черных коз. Она все маленькое тело, раздевшись, прячет в плащ волос. Она лицом черна, но брови чернеют и олеет рот. Окрашен цветом страстной крови цветок багряный красный мед. Нет, с мавританкою подобной красавиц наших не сравнить. Сиянье глаз ее способна пресыщенность разжечь опять. Не сравнять, простите, разжечь опять. В ее прельстительности скрыта, быть может, соль пучины той, откуда древле Афродита всплыла прекрасной и ногой. Это перевод Валерия Брюсова. О, Кармен! А той Кармен, которую описал Теофиль Готье, имея в виду Полину Вердо, имея в виду ту Карменситу, которую нам подарил Роспер Мериме. Так вот, страсти по опере проходят именно под грифом Кармен, хотя там есть много персонажей, о которых можно говорить еще в следующие два часа нам с вами, но я жалею ваше время и не хочу вас мучить слишком долгими своими размышлениями, потому что это все зафиксировано в книге. Но о двух, наверное, персонажах мне хочется все-таки сказать. Волею судеб мой дебют на сцене Мариинского, тогда Кировского театра в 1985 году по приглашению замечательного Евгения Владимировича Колобова, который ставил тогда на сцене Кировского театра оперу «Сила судьбы» Джузеппе Верди, произошла тоже не случайно, конечно. Колобов искал исполнительницу для партии Леоноры, потому что получилось так, что была Евгения Целовальник, кто знает Мариинский театр, Кировский театр, помнит эту великолепную певицу, большой Вердиевский голос, прекрасную певицу. И во втором составе, вернее, составе, который репетировал параллельно, была Лариса Шевченко и ее муж Алексей Степлянко, замечательный тоже исполнитель. Но произошла драматическая одна ситуация, которая, наверное, послужила именно тому, что Колобов стал искать исполнительницу на роль Леоноры. Буфетчица Кировского театра заболела гепатитом. И все, кто имел несчастье из ее рук получить посуду и отобедать, заболели. И в том числе Лариса Шевченко и ее муж. И в Кировском театре тогда была знаменитая пословица и поговорка, когда кто-то шел в буфет приятного гепатита. И Евгений Владимирович приехал в Москву, ему рассказали обо мне, я тогда служила солисткой театра Станиславского и послушал меня два дня подряд в двух операх итальянских. Ему было интересно, совпадает ли та информация, которую ему рассказали, с тем, что он услышит и видит. Я пела «Паяциннету» и «Битва при Линьяна». Шел такой вердиевский спектакль в театре Станиславского. По-итальянски это звучит «Баталия до Линьяна», где я пела главную роль партию «Лиды». И вот после двух спектаклей вдруг за кулисами моей гримерной появляется Колобов, который мне говорит, «Люба, я очень хочу вас пригласить на премьеру опера «Сила судьбы», которая сейчас готовится. Я сказал, «Баталия Владимирович, я не очень представляю, как я буду работать на два театра, потому что у меня очень большая нагрузка в театре Станиславского, я пою весь ведущий репертуар». Он сказал, «Ничего страшного, я буду приезжать в Москву, вы будете приезжать по возможности в Ленинград, и мы будем репетировать». Что и получилось. Я стала ездить в свои выходные дни в театре, я стала ездить в Кировский театр и репетировать с Колобом. Это были незабываемые репетиции, потому что я считаю, что Евгений Владимирович обладал даром большого оперного дирижера, коих мы встречаем крайне редко, особенно сегодня. Он очень любил певца, он очень хорошо понимал и чувствовал, что такое певческая природа и как с ней работать. Он очень любил итальянскую музыку, особенно сердце его было отдано великому Верди. Выключите все-таки мне, пожалуйста, это просто гуляет страшно, вентиляция по голове. Нельзя выключить? Нет, выключили. Ничего не выключили. Придите, придите, приди, я твой сухой, почувствуйте, что вы чувствуете. Я верю, выключили. Да-да, прямо здесь гуляет со страшной силой, как-то не хочется совсем из любимого Питера уезжать больной. Мне кажется, что вот тогда произошла моя сила судьбы, потому что я дебютировала успешно в этом спектакле. Первую премьеру пела замечательная Евгения Целовальник, которой, к сожалению, уже нет с нами довольно давно. Женечка ушла из этой жизни очень рано. И это была потрясающая коллега, совершенно изумительная певица, которую я очень любила, и у нас с ней были замечательные отношения. В ней не было никакой ревности ко мне тогда, совсем молодой певице. Наоборот, она говорила, слушай, если тебе нужна помощь, обращайся ко мне, я тебе помогу, потому что мы действительно должны быть коллегами всегда. И тогда именно я получила предложение от Юрия Хатойча Тимирканова перейти в Мариинков, в Кировский театр тогда. Это предложение я приняла с радостью и переводом Министерства культуры. Я была зачислена солисткой Кировского театра в Ленинграде. И я думаю, что это была моя сила судьбы, потому что я стала именно в этом театре. В Кировском театре я стала той любовью Казарновской, которая могла по праву себя называть оперной певицей. Я спела весь ведущий репертуар Кировского театра тогда и свою любовь к городу, свою любовь к театру, к филармонии, которую я тоже дала. очень много концертов. Я, в общем, несу в своем сердце постоянно. И та опера стала действительно для меня каким-то краеугольным камнем в той большой лестнице восхождения как бы к большим партиям. Здесь была спета Травиата, здесь была спета Донна Анна, здесь была спета Леонора в опере Трубадур, обо всем об этом написано в книге. И еще одна роль, о которой мне хочется сказать, но она уже была спета Сергеем Владимировичем Колумовым в Москве. когда он переехал в Москву и возглавил театр «Новая опера», он пригласил меня спеть с ним с Антутсу в сельской части. Вот тоже та роль, которая для меня очень и очень важна. Я думаю, вы согласитесь со мной, что с Антутсу очень напоминает Любаш. Царской невесте это такое глубокое, такое любящее сердце, которое не остановится ни перед чем. Оно пойдет, это сердце, на крайние меры, дабы вернуть свою любовь, в которой есть элементы мести, продиктованные огромной болью и таким внутренним надрывом, которое человека кидает во все тяжкие. Как Любаша пошла просить, теряя свое достоинство и свою женскую гордость, габамелию, дабы взять это страшное зелье, страшный яд, извести красоту Марфы, так и Сантут. Идет к Альфе, мужу Лолы, в которую влюблен ее Туриду. Вот обе эти женщины идут на крайнюю меру, меру вплоть до убийства, вплоть до самого большого человеческого преступления, но слово любовь, слово такое всезатопляющее нутро этих женщин, оно, наверное, служит мотивацией для их поступков. Все остальное предоставляю вам, мой дорогой читатель, мои дорогие сегодняшние посетители, нашей встречи, и буду очень рада получить от вас какой-то ответ в любой форме, это может быть интернет, это может быть какое-то непосредственно письмо, те, кто не очень любят все технические оснащенности современного мира, в какой угодно форме, а также я думаю, что в форме вопросов, которые может быть возникли у вас по ходу моего сегодняшнего монолога, я буду очень рада ответить на ваши вопросы, за сим я завершаю свой монолог, и прошу вас ответного слова. спасибо. Любовь роли роли кушать подан когда я вас объявлю простите меня пожалуйста это вы безумная рассказчица в хорошем смысле этого слова вы заполняете собой все пространство пространство тем более символична наша встреча в этом помещении потому что это мне кажется единственное помещение с балконом что как-то нас роднит с театром с оперой так вот по поводу моей роли кушать подано что я лишь объявлю вас и скажу о том что надо переходить к автограф сессии потому что к сожалению время почему к сожалению к счастью время пролетело незаметно потому что вы я еще раз повторюсь прекрасный рассказчик и если кто-то еще мне кажется удивлен ну как советская российская певица педагог ну какой писатель я говорю он только удивлен в том случае что всего две книги сейчас мы представляем а нет уже представляем мы сейчас только две книги их должно быть как минимум два десятка поэтому я думаю все будут с нетерпением ждать выхода следующих книг или вы совсем вышли из берегов там да хорошо один маленький безумно я все еще его люблю вы сказали безумное раскачество действительно я вас люблю поэтому хочу от вас тоже вопросы пожалуйста мне кажется что если можно присутствовать самым мы неудобно задать вопрос на эту тему вы пишите в книге прекрасно вы можете участвовать конечно я должна во первых поприветствовать своего мужа и очень поблагодарить его за тот второй импульс который я получила первый импульс от моего педагога и второй импульс от моего мужа Роберта который сказал слушай пора давай дорогая я говорю ну нет времени нет сил нет столько всяких интересных дел в сутках только 24 часа пожалей меня мне все таки хочется и семье уделять внимание и мужу и сыну Роберт настоял так вот эти две книги до этого была первая книга которая тоже была презентована в Санкт-Петербурге первая моя книга сейчас мы делаем некоторую переработку моему 18-летнему юбилею который зреет вот-вот и поэтому конечно роль моего мужа роль человека который знает оперу с 13 лет я не могу этим похвастаться я на первых порах меня раздражало что какие-то толстые бегают по сцене и громко орут а Роберт с 13 лет в Венской опере переслушал всех великих и он любит этот жанр он обожает и знает все и всех и вся и поэтому конечно не только его роль как моего мужа а роль двигателя прогресса как я говорю она огромна я ему очень благодарна за то что он меня все время как говорила моя матушка кто о чем а ты Андрей как тот шелудивый как тот шелудивый обаник а я о своей роли она роль маленькая но значимая еще парочку вопросов я позволяю себе пойти вопреки всему спасибо да поднимайте только руку пожалуйста здрасте человек в шорте у нас так уже в Крыму тепло но вы все-таки в Петербурге пришлось приехать сюда ради вас вы сейчас подумаете что наверняка преувеличил нет видит бог три года пытаюсь попасть на ваши встречи на ваши мероприятия и в частности в городе Герои Севастополя и в Москве на книжной выставке но видимо как-то у Боженьки свои планы сегодня я вас могу и слышать и слушать и видеть и страсти по опере практически уже нам известны страсти по любви глядя на Роберта тоже и сны страсти по удаче это наверное то что вы сегодня с нами скрасили наш потрясающий субботний день что вы скажете о страстях по Богу не ищите в этом какой-либо потвол в Божье сохранить время сейчас такое мне жаль Андрея мне жаль Андрея мы тогда на часик с вами задержимся определенно мне будут завидовать все если это нужно потому как тема Бога тема взаимоотношений человека и Бога для меня сегодня креугольный камень моей жизни и считаю что для любого человека сегодня когда мы находимся на стыке эпоха я думаю что все это в зале прекрасно понимают что мы подошли к рубежу человечество подошло к краю так вот взаимоотношения человека и создателя это сегодня та тема которая меня волнует чрезвычайно и которой я занимаюсь и занимаюсь очень серьезно и занимаюсь не голословно не это не сводится к тому что я хожу в церковь выполняю дребы пику куличи делаю пасху и так далее и тому подобное прошу что-то я ничего не прошу я считаю что все что нужно мне он мне дал теперь мне нужно ему вернуть свое осознание того что мы вместе с ним что мы сотворим пространство Бога что мы не просто люди-человеки а мы можем быть сотворцами и сотворить именно ту реальность по которой мы тоскуем и ничего не делаем для того чтобы ее сотворить то есть это состояние нашего сознания состояние нашей души это огромная тема которой мне не хотелось бы комкать и сжимать ее до каких-то банальных фраз об этой теме я думаю будет моя отдельная книга будет мое отдельное размышление и мои мысли которые сегодня занимают все мое существо спасибо 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 вам боженька обязательно помогает спасибо вам будьте всегда здоровы если можно то с мест вы знаете я всем сердцем и душой стремлюсь это осуществить есть некоторые силы которые этому противодействуют но я думаю что с помощью господа бога с помощью создателя мы все эти силы преодолеем и я очень надеюсь что в ближайшее время мы с вами увидимся услышимся и я хочу именно в свой любимый Санкт-Петербург привести ту программу которая будет от сердца к сердцу длиться от меня к вам и будет тот обмен энергетический который необходим в зале так что я думаю это будет скоро спасибо 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 спасибо